Горное местечко Хаджок. Это крохотный уголок Швейцарии в республике Адыгея. Хаджоке свой особенный, благодатный и мягкий южный климат. Погода здесь теплая и устойчивая с малым количеством осадков. Хаджок прекрасен и необычен во все времена года. Он укрыт от юго-западных шквальных ветров, приносящих с ледниковых пород дождь, снег и холод скалистыми высокими хребтами. Хаджок — это понятие емкое, многогранное. Он прежде всего, прежде всего, это поселок Каменомузский. Ранее здесь был черкесский аул. Река Белая — кавказская пленница, гордая и красивая, сильная и грозная, тихая и покорная, скромная и неутомимая. Она подобна женщине-горянке. Ласковая и тихо шелестя в даховских перекатах, она встретила в Хаджоке препятствия. Показывая свой свободолюбимый характер, она с гневом и грохотом обрушилась на своих притеснителей, закипая в порогах, прорезая себе путь сквозь скальные тиски и вырываясь на волю. Доль берегов реки Белой в окрестностях Хаджока очень много уникальных природных объектов. Это обязательно нужно видеть. Одним из таких объектов является каньон реки Белый Шум или просто Хаджокский каньон. Любого гостя, посетившего республику, прежде всего везут сюда посмотреть на это удивительное чудо природы. На краю каменного острова стоит высокая круглая обрывающаяся пропастью скальная площадка. Это судилище Мухаммед Амина. Существует легенда, что этот жестокий предводитель черкесских войск в Хаджоке с площадки сбрасывал вниз в бездну каньона Мюридов, нарушивших дисциплину и законы того времени, по которым жили черкесы. Если сброшенный в каньон Черкес оставался жив, то ему прощали провинность. Скальный остров, закрывающий выход из каньона, красочно вписывается в окружающий пейзаж. Одна голова дракона стремлена в створ каньона, две другие – в правую и левую стороны. Создается впечатление, что дракон действительно жил и окаменел в русле реки по чьей-то волшебной воле. Именно в этом месте фантазия природы безгранична. Каньон отображает удивительные, прекрасные, неповторимые и талантливые созданные природой произведения каменного искусства. Его назреватые стены похожи на огромные лица великанов. Скальное дно реки, просматриваемое далеко в глубину, напоминает кратеры вулканов. Об этом острове и о каньоне существует легенда. Очень давно в горах жили люди, занимались охотой, выращивали скот, собирали плоды леса, в скальных теснинах защищались от врагов. Это был суровый и справедливый народ. Он жил по строгим законам гор, соблюдал традиции и обычаи предков. Но случались, как и у любого народа, отступления и нарушения установленных правил. Люди вершили свой суд над нарушителями законов гор. В то время в узком скальном ущелье жил страшный дракон. Не давал он пройти по ущелью ни пешему, ни конному, но все же люди победили дракона. Они приковали цепями к скалистым берегам каньона и заставили его нести нелегкую службу исполнителя правосудия. Выше по течению на площадке у края бездонной пропасти было определено место для провинившихся. На этой площадке люди судили за три смертных греха – убийство, измену и воровство. Признанных виновными сбрасывали в пропасть каньона. Гурный поток реки выносил несчастного к прикованному цепями дракона. Центральная голова дракона безошибочно выхватывала из потока убийц и проглатывала их. Левая голова поедала предавших свой народ, а правая – воров. Но вот однажды суд был неточен. Казнили трех человек, не совершивших наказуемых пороступков. Они оказались осуждены почему-то злому навету и разгневлились боги на несправедливый суд людей. С неба хлынул поток воды, сметая все на своем пути. Громы молнии разверзли небо, разгоняя людей. И превратили боги в камень ужасного дракона. С тех пор не существует сурового суда в каньоне. Каньон реки Белый обладает невероятной магической красотой и силой. Кипящая в теснении мощь невольно вызывает трепет и волнение перед неукротимой силой природы. В период паводка река поднимается на 20 метров в высоту. Детонация от взбесившейся реки сотрясает окрестные дома. Гулы, рев реки многоярусным эхом разносятся по ущелью. Нет места страшнее в республике Адыгея в этот период. Скальные очертания каньона причудливы и неповторимы. Миллионы лет тому назад вода и ветер начали создавать очертания этой удивительной по красоте лунной долины. Труднодоступность каньона сумела сохранить естественный облик и все особенности, не тронутые человеком природы. Стоит только отойти от традиционных точек осмотра каньона, попадаешь в совершенно дикие, заманчивые и укромные уголки. Особенно если спуститься в сухое русло каньона, а оттуда проникнуть в самое сердце мокрого каньона. Снизу, куда не попадают лучи солнца, каньон поражает своим холодным величием. С его дна многократно усиливается ощущение бездонной синего неба, а от воды веет сыростью, прохладой. Прозрачная речная вода придает каньону особую прелесть и красоту. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть в заводе стайки форели, снующие от камня к камню. Подняв голову, сразу обращаешь внимание на огромное дерево, разбирающее стены каньона высоко вверху. Это отметка уровня воды в паводок. Полноводная бушующая река принесла его своим течением и расклинила в каньоне. В паводок невозможно стоять возле беснующегося потока. Грохот, разбивающийся в пыль воды, оглушает, прижимает к скале, невольно вызывая страх и ужас, и перед этим крошечным адом стихии. Река Белая создала здесь прекрасный пляж для отдыха. Сама же, прижавшись к отвесному противоположному берегу, ушла в узкий темный тоннель. Мы тоже побывали здесь, посмотрели красоту этого замечательного места. Вон, какая красота, кстати. Люди, ходите по ходу по горам. Это так необыкновенно красиво. Отлично. Теперь не возможно передать ни камерой, ни какой съемкой. Да, вот стою, я сейчас тут снимаю. Не то, что видит глаз, не передать объективы. А еще мы побывали в небольшом зоопарке, который находится на входе в Хаджокскую теснину. И увидели такого замечательного мишку. Ну, посмотрите, какая прелесть. Лапа, это типа пища. Тоже? Тоже не милая. Пойдемте. Ну, еще раз постесняйся. И мы распрощаемся. Спасибо, хозяин. Спасибо, хозяин, за головы. Вот так это. Ну, в общем, все здесь создано для того, чтобы вы отдохнули, насладились природой. Приезжайте сюда. Здесь необыкновенно красиво. А еще подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, и я расскажу вам еще очень много интересного. Субтитры делал DimaTorzok